Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки нензи легенды. Так, ну что, давай зайдем с тобой в список наших персонажей и будем переводить сегодня одного из них в платиновый ранг. И знаете, кто это будет? Да, друзья мои, победил Сплинтер. Многие голосовали и за Ваньку Стиранка, и за Шреддера, но за Сплинтера все-таки голосов было больше, так что, друзья мои, давайте переводить. Так, поднять ранг, ну конечно же, конечно же, вот Сплинтер дождался, друзья мои, этого момента. Так, давай мы ему, наверное, поднимем еще чуть-чуть уровень. Ага, 63-й. Ну не беда, можно будет его прокачать. Так что, ребята, за кого голосовали, того я и перевел. Так, ну что ж, давай дальше выполнять с тобой задание. Так, сразиться нам в боях нужно. И это у нас будет кто? Естественно, Крис, мы его дальше будем с тобой прокачивать. Да что я делаю это, ё-моё. Мне нужны навыки, конечно же. И чего нам здесь не хватает? Во-первых, три бинокля нужно еще найти. Уже два, два бинокля осталось. Ну и последний, надеюсь, быстренько найдем с тобой? Нет. Бинокль, как всегда, фиг найдешь, когда он тебе нужен. Какое-то отслеживающее устройство мы находим. Но уж точно не бинокль. Вот он, наконец-то. Так, и нам нужно еще найти с тобой кружки. Да, кружек нам много надо. Но они вроде бы довольно легко ищутся. Так что, давай попробуем. Уже три. Так, задание мы, кстати, выполнили уже все. Так что, давай-ка забирать награды. Ну что же, друзья мои. А мы идем с вами... Ну, во-первых, нужно на аренку сходить. И мы с тобой находимся в данный момент в Лиге Сегунов. Одна звезда, ранг 73. Да, быстренько меня оттуда сбросили. Ну что же, начнем потихонечку. Так. Ага, кубки у всех одинаковые. Давай попробуем найти что-нибудь получше. Например, там 15-20. Если так получится, конечно. Что-то не хотят они мне давать. 15-19 и все. И хоть ты тут тресни. Ха! Да ладно. Да вы серьезно, что ли? Давайте что-нибудь повыше-то мне, а? Нет, друзья, не хотят. Ну что же, тогда давай возьмем с тобой Мору. Ну и будем потихоньку бомбить. Так, тихо. Здесь, как мы видим, 50-е уровни. Так что, можно здесь спокойненько начинать. Наверное, с 40-х. Ну, во-первых, Леонардо, вы знаете, довольно мощный. Он может их всех вырубать один. Ну, а эти будут как бы довесок идти для пополнения кубков. Давай проверим. Ну, вот тебе и результат. А у нас с тобой 14 откатов. То есть, 14 боев мы можем с тобой провести. И это довольно круто. Ну что же, друзья мои, будем сейчас перемещаться обратно на свою позицию. Ну, по крайней мере, нам нужно попасть в Лигу Мастеров по Любасику, да? А вот получится у нас это или нет? Вопрос, конечно, очень интересный. Давайте-ка тогда возьмем с тобой Веронику. Леонардо опять в откат. Так, 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 так. Ох, елки-палки, сколько у нас тут героев-то. Ну, и потом уже после того, как Криса мы с тобой прокачаем, да? Я имею в виду Криса Брэдфорда. Мы будем с тобой, наверное, качать уже Сплинтера. Потому что, ну, не зря мы с тобой его переводили в полотеновый ранг. Он, я думаю, этого достоин. Заодно и посмотрим, как он будет себя вести. И на арене, ну, и на испытаниях, конечно же. Так, ну что там нам? О, еще надо два боя сделать, чтобы мы с тобой перешли в Лигу Сегунов две звезды. Так, уже повыше нам дают ранг. Так что давай, ребят, попробуем набивать кубки. Интенсивнее. Блин, у меня, правда, голова болит с работы. Поспал чуть-чуть, как говорится, и в бой. Состояние очень какое-то вялое. Ну, ничего, может быть, разгуляемся, разыграемся, и все будет хорошо. Буду лучше соображать, что здесь вообще происходит у нас. Так, отлично, друзья мои. Ну, пока все как и должно быть. Где-то до 70 уровня противников мы будем с тобой так рулить. Спокойно, без напряга. Ну, и вот мы уже с тобой в Лиге Сегунов две звезды. Ранг 94. Ну, опять же, повторю, это только начало. Так, Егор. Ну, давай Егора возьмем. Все равно мы от этого ничего не теряем. У нас еще 11 откатов, так что... Есть, как говорится, с кем подраться, и как подраться, и понабирать себе, конечно же, копков. Ну, в Лигу Мастеров мы по любасику с тобой должны сегодня вернуться. Это кровь из носа. Все. Так, и сегодня будем еще, конечно же, играть в испытания. Не знаю, правда, какое. Наверное, Девичью Силу. Хотя, Девичья Сила. Мы еще уже вдоль и поперек проходим с закрытыми глазами. Но, тем не менее, все равно там же можно пофармить Кунаич, по-моему, да? У нас там фармится. Так, подожди, подожди, Лео, давай, возвращайся. И... Алапекс. Ну, да, вот этих вот ребят у них с собой возьмем. 45-й уровень пока еще у нас отыгрывается. Ну, я нисколечко здесь не волнуюсь, потому что Леонардо, ну, сам знаешь, сделает свое дело. Но Хан может, конечно же, друзья мои, если бы он был прокачан прилично, да? Мог бы сделать первым удар, но в любом случае он никого бы здесь не подбил. Даже Алапекс ту же самую. Потому что потом бы стал делать ход Леонардо, и он всех бы вырубил. Ну, и мы с тобой... О, уже 46-я позиция. Ничего себе. Мы с тобой стартуем. Кстати, у нас 88 жетонов. И мы с тобой, конечно же, сможем... Во. No name. И мы с тобой, конечно же, можем купить ДНК на персонажа. А это у нас будет Леонардо Классика, да? Насколько помню, мы именно его прокачиваем с собой. Так, что у нас тут? Шреддер, Ванька-Стиранка. Ну-ка, давай посмотрим, Лео, как ты с ними справишься. Ты... Оу, тихо, тихо, тихо! А вот это, может быть, ребята, Пападос. Так. Предположим. Так, честно говоря, я даже не ожидал, что мы не сможем с тобой вырубить 60-й уровень. Тихо, не трогай. Мне, Эйприл, на тебе. Донателло, как говорится, победил Донателло. Хе-хе. Ну что же, двигаемся с тобой вперед. Посмотрим, куда мы сейчас приземлимся с тобой. 46-я была, становится 22-я. Слушай, по-моему, еще один бой, и мы с тобой уже будем в Лиге Сегунов 3 звезды. Так, давай попробуем с тобой получить побольше кубков. Ну, тут, как всегда... Да что ты делаешь-то, а? 20-20. Кто-то говорил, Рэй, почему ты не делаешь обновить? Ребят, я еще раз объясняю. Если обновить и зайти в бой, можно вылететь. Игра крышится, и ты вылетаешь на рабочий столб. Вот именно из-за этого я не делаю. Так, ну что, Хендра. 16-21. Так, тихо, Рокзар, не надо пока лезть никуда. Берем вот этих вот молодчиков. 61-й уровень уже. Ну, опять же, ребят, все еще легкие персонажи для моего Леонарда. Единственное, что кто-то может выжить. Если у кого-то есть сопротивляемость, да, именно от удара Леонарда. Вот, например, Донни, Кабан. Они выжили. Да ладно, серьезно, что ли? Воу-воу-воу-воу. Так, ну-ка, давай сделаем с тобой отхил. Постепенный, правда, но пускай будет. Так. Рубит Леонарда Кабана. Абибобчика. А если валуном? Роксарги, ты как? Отлично, молодец, красавчик, завалил. Умница. Ну что ж, давай посмотрим, перейдем мы все-таки или нет. Или нам надо будет еще один бой с тобой провести. Ну, е. Друзья мои, Лига Сегонов, 3 звезды, 97 позиция, 8 откатов. Я думаю, что этого более чем достаточно, чтобы вернуться нам в Лигу Мастеров. Так, определяемся, кого будем брать. Ну, вот этого парнишку, ноу-нейм, возьмем его. Так, я, правда, все откатики потрачу, но оно того стоит. А может быть, не стоит. В принципе, я не хотел, как бы, да, ради карайки здесь выступать на арене, чтобы получить на нее там 40 ДНК. Но здесь не только в ДНК силы, ребята. Мы же с вами деремся здесь и за осколки, именно за золотые, за платиновые. Они нам больше даже нужны, чем те же самые осколки на персонажи ДНК. Так что, вот единственное, что меня стимулирует. Все, ребята. Так, и давай посмотрим, куда мы с тобой переместимся. Вау, 75-е. Неплохо рванули. Ну, а здесь кого? Вот, ребята, Никита. Никита у нас будет. Давай мы его сейчас немножко помурыжим. Слушай, ну, персонажа еще пока, слава богу, нам хватает. Уровень тоже здесь не очень большой. 65-е у противника. Леонардо еще держится, но я тебе скажу честно, уже на пределе, ребят. Уже на пределе. Видишь, сколько он оставляет недобитых. Так, сейчас, по-моему, пойдет раз... Ой-ой-ой-ой, ну зачем ты так сделала? Оу, друзья мои, вот тебе и разлет. Ты представляешь, что они сделали? Они же сейчас всех мне здесь помурыжат. Господи, хан. Я даже не знаю, что делать. Провокацию на крипа? Ну, это, мне кажется, глупо. Так, ладно, давай попробуем с тобой Леонардо вольнуть. Потому что он может вертушку или проникающую сделать. Хан, ты сможешь добить? Да не сможет, у него пониженный урон по Ваньке. Никак. Крип, крип упал. Да, вот здесь я лопухнулся на 100%. Я не ожидал, конечно, что Лео вот так вот меня подведет. Не добил он. 65-е уровни. К сожалению. И из-за этого мы с тобой... Воу, вообще сфейлились практически. Получим с тобой, наверное, кубок. А может быть, два от силы. Ха! Да. Твою ж налево. В общем, буду теперь знать, что 65-й уровень Леонардо не справляется на 100%. Очень много оставляет недобитых. А к тому же, если там есть и лекарь, то это вообще... Ну вот, ребят, два кубка, три. Максимум, что мы с тобой получили. Грубо говоря, этот бой был 100% фейлов. Ну что ж, давай возьмем Сан. А если бы я взял, например, бы Усаги в эту команду, конечно же, они бы разорвали любого. Но Усаги ждет своей участи. Другой совсем. Он уже туда, ближе к финалу. Он выйдет. Да и неохота, к тому же, потом на него тратить откат. Так, мы с тобой всего лишь один откатик тратим. А там уже придется два. Слушай, я, по-моему, опять ту же самую ошибку сделал. Нафига? Давай, наверное, ускорение влепим. Кто у меня тут будет бомбить-то сейчас? Бомбить-то некому. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это лопухнулся я. Блин, совсем заговорился, а. Так, сплинтер дает. Ой, потеряли Рафаэля с тобой. И все из-за сплинтера, потому что он контратакует. Ну, ребят, как говорится, пошло не... Мандегег сейчас же получит. Получил. Ладно, валим с тобой с сплинтера. Надо было кого-то еще брать для подстраковки, например. Того же самого Рокзара или... Ваньку-стиранка. И то было бы толком. Они же ватные у меня пока. То есть второй фейловый бой. Что-то я расслабился. Или еще не проснулся. Скорее всего, не проснулся, друзья. Так, давай-ка мы попробуем с тобой взять... Да что ты будешь делать? Дайте мне 22. Не хотят. 16-21 дают, и это предел. Нет, я ведь все равно ведь добьюсь. Да ну и быть такого не может. Вы мне до этого давали, а сейчас отказываются. Просто в наглую отказываются мне давать 16-22 кубка. Не хотят, ребят. Ладно, придется брать Томаса тогда. Возьмем с собой Томаса. Вот так вот Рокзарчика я возьму сюда и Карайку. Потому что у меня здесь не так уж и много персонажей. К тому же... Тихо, Сплинтер. И к тому же у нас тут Муха и Кирби. Ну это вообще, конечно, не дело. Но здесь более-менее я спокоен. Потому что Рокзар встанет в стойку. Леонардо сейчас немножко тут побреет их. Минус двоечка. Карайка, наверное, добьет, да? Ммм, Бибоб выжил. Но это ненадолго. Все, друзья мои. Продвигаемся с тобой дальше. И посмотрим, на какой ранг мы с тобой, на какое место приземлимся. Ага, на 61-е было. И становится 38-е. 38-е. Четыре отката. Блин, ну жалко, конечно, что два боя мы с тобой сфейлили. Просто-напросто. Прямо какая-то обида берет меня. Гложит. Так, давай возьмем Шархана, Змейковьюна, Джастина и нейтрализатора. Тут хотя и нет провокации у нас с тобой, но зато есть довольно приличные бойцы. Это Тигр и Змейковьюн. У них массовые атаки. Поэтому я думаю, даже если Лео кого-то здесь не добьет, а он так и поступает, то вот эти ребята должны свое дело, в принципе, сделать. Но Змейковьюн, давай, добей Рокзарди и все будет пучком. Все шикарно. Ну, я думаю, еще боя-два, и мы с тобой будем уже в Лиге Мастеров. Так, давай-давай, не дайми, не дайми там меня. 38-я позиция. Сейчас будет 25-я, да? Воу, 17-я даже. Ну что же. Тем лучше для нас. И здесь я выберу, пожалуй, Павла. Берем Павла. Крис, Зек и вот этих вот двоих еще с тобой отыграем. Два отката. Как раз нам хватит с тобой полностью отыграть Лигу. Ну-ка, давай-ка, Зек, бомбочку брось. Ну, неплохо, неплохо. Так, Лео, наверное, я думаю, сейчас добьет больше половины здесь бойцов. Всех. Странно как-то это все работает, да? Бойцы-то вроде были бы такие сильные, но он все-таки их всех повалил. Ну и, да, ребята, вот мы и вернулись обратно с вами в Лигу Мастеров. Еще четыре отката. А, два. Почему два там? Или у меня уже так время летит, что я не замечаю, что было недавно четыре уже. Только лишь два отката остается. Ну, давай тогда вот этих вот отыграем. А там же будет имба, там откат не надо будет тратить. Так что все отлично. Ну-ка. Начнем с вертушки. Выжили, все выжили причем. Ладно. Не беда. Крик души от Змеи Карай. Минус двоечка. И добиваем с тобой ракетами от Железноголового этих всех партизанов. Ну, я думаю, где-то 75-78 позиция нам обеспечена. Давай проверим. Так. 75-й. Отлично. Ну что-то, ребята. У нас один откат, но я думаю, что мы без него здесь справимся. Надо будет взять только послабжекому какого-нибудь персонажа. И это будет, наверное, Кис. Это будет Кис. И остается у нас чисто-чисто имба. Так, так. И вот так. Остается не в удел у нас с тобой Микеланджело. Погоди-ка. А давай-ка мы сделаем с тобой немножко по-другому. Немножко по-другому. Это вот так вот, наверное. Армагона оставить или не оставить. Нет. Мы даже сделаем еще. Немножко по-другому. В эту команду. Если я сейчас кого-нибудь возьму из слабых, мне кажется, он упадет у нас. Например, это будет Рокуэлл. Давай-ка глянем. Ну, естественно, Майки сейчас будет ходить здесь первым. Либо танцевать. Я имею в виду на уклонение. Либо бомбить. Но я думаю, что лучше поставить уклоняшку. Так, теперь ждем. Ага. Майки вражеский бафает команду на атаку. Плевок. Ёпорсте. Рок стыди. Не Рок стыди. А этот. Рокуэлл, держись, родной. Не падай пока. Ты мне еще тут пригодишься. Ну-ка, Доня, не подведи. Так, постепенко убивает. Мы завалили Рок стыди. Так, мы можем хильнуться, а можем добить Майки. Так, и остается Муха. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо тут где-нибудь. Ну вот, ребята. Мы прошли с тобой этот поединок. Причем очень классно. И у нас остается один откат. Естественно, я сейчас забираю Леонарда. И беру с собой Усаги. И вместе с ними берем, ну, кого-нибудь послабже по уровню. Так, давай Усаги. Лео. Ну, мы прекрасно знаем, что Усаги и Лео. А, у нас же еще и Армагон тут. У-у-у. Так тут вообще, ребята, красиво все будет. Вот этих вот двоих забираем. То есть сейчас сходят Усаги, потом Леонарда. Ну и, в принципе, все. И они отдублятся. Никуда они тут не денутся от нас. Давай-ка, бомби, родной мой. Ших. Так, почти на всех, кроме Донателло, да? Но это уже не важно, потому что Леонарда их 100% сейчас добьет. Все. По красоте. Ну что, друзья мои, давай посмотрим конечный результат наших поединков. На каком мы с тобой вместе окажемся. И будем с тобой уже прикидывать. 34 место. Ну, буквально, ребята, вернулись к нашему результату. Ну, а мы переходим в магазин. Давай посмотрим по предметам, что у нас тут. Воу. 5 ДНК на Кейси Джонс фильм. Можем с тобой приобрести. Конечно же, я буду это делать. Так, по монеткам у нас с вами сразу же... Да подожди ты. Сразу идет Лео Классика. 58 уже ДНК, да? А по жетонам все так же кисло, как и было. Ну что ж, давай тогда перейдем с тобой в испытания. Я знаешь, что хочу? Наверное, классическую бойню начать, друзья мои. Так, во, бибобчик, который нам нужен. Рокстеди. И черепашки классические, да? Пошли. Отлично. Кстати, очень неплохо. Так, я думаю, с этого и начнем. И тем более мне здесь дали практически всю имбу. А вот это прикольно сделано, да? Что? Все четыре брата черепашек и плюс учитель сплинтером. Их не наставник. Здоровски. Так, ну что, врубаем с тобой автобой, естественно, ребят. Тут даже и думать не о чем. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, наверное, эпизод пройдем на изи. Уже там, наверное, в конце, когда крэнг будет. Кстати, если мы его победим. Нам с тобой дадут ДНК на крэнга, по-моему, да? Это будет круто. Так, здесь справляемся довольно легко со всеми этими ревитульками. Тут даже бейбобчик ничего нам не сделать. Во, он вообще упал. Десятый уровень, что вы хотите. И у меня здесь, извините меня, самый маленький, 63-й. Это у спринтера. Ну вот и все. А то, что мы с тобой получаем ДНК на бейбоба, вот это классно. Это мне нужно. Этот персонаж у меня очень-очень медленно развивается. Вообще, хуже всех. Слабее всех. Так что нужно как-то подтянуть его. Но вот каким образом, не знаю, ребят. ДНК на него, по-моему, кроме этого испытания, больше нигде не дается. Так, минус клан футекцы. Ну, опять же, здесь двадцатый уровень, так что без напряга все будет. Жалко здесь, не знаю, из чего. Как вот во многих играх сделано. Если ты, например, прошел уровень, да. И ты знаешь, что ты можешь его пройти на 100% без потерь. Просто пропустить, пропустить, пропустить. Чтобы вот не смотреть вот этого, да. Просто мы бы с тобой доходили до определенного уровня, где мы действительно можем отгревсти. И уже с него начинать, как говорится, играть. Если я знаю, что здесь у нас все будет с тобой идеально. Так зачем это смотреть? Так, ну что, рок, кстати, классический нам достается. А вот эти вот ребятки, конечно же, нам нужны. Практически вот это вот испытание, да, которое сейчас проходим, оно вообще классное. Потому что здесь все персонажи, которые мне нужны. Абсолютно все. Даже, по-моему, Шреддер Классика тоже мне нужен. Он не прокачан у меня до сих пор еще по полной программе. Так что ДНК на него нужно копить. Ну, естественно, и Крэнк. Да, также и Черепашки. Все классические, там, начиная от Майки, Дони, Рафаэль, Лео. Надо будет их всех прокачивать в обязательном порядке. Потом, если мы с тобой пройдем за неделю, да. Все это быстренько, все испытания. Попробуем опять пройти смятение из другого измерения и немножко подтянуть, как говорится, своих черепашек по ДНК. Так, давай дальше идем. Донателла Классика, отлично. Погоди-ка, Донателла Классика. Погоди-ка секунду, что-то у меня... А мы Донателла с вами переводили в золотой ранг? Или это не классический у нас был? Так, Донателла Классика. Ага, он имеет 4 золотые звезды. Ладно, я что-то, ребята, испугался, думал, они прокачаны ли он у меня. И смотри, видишь, Бибоб классический до сих пор еще в бронзовом ранге. Причем 2 звезды и ДНК у него всего 18 из 50. Очень долго собирается он у нас. Так же, как и Бибоб, в принципе, кролик. Ну, тут хотя бы 4 серебра. Так, а кто у нас вообще скоро хочет еще получить повышение? Давай-ка с собой просто быстренько пробежимся и глянем. Так, ну что, Рафаэльчик, ну тут еще долго. Слэш тоже долговато пока. Леонардо долговато. Ну, друзья мои, тут еще, знаешь, много нам придется копить. Чтобы следующий персонаж у нас какой-то перешел в следующий ранг. Так, ладно, турнирка. Ой, какая турнирка? Че это я? Испытание, конечно же. Ну что, пойдем за Леонардо Классикой. 45 уровень бойцов. Опять же, для нас это все ерунда. Следующий будет бой, там, 55 уровень, да, бойцов? И, наверное, предпоследний будет как раз 65. Да, в любом случае, ребят, мы здесь все с вами получим. Блин, где бы вот пофармить вот ДНК на него, а? Вот на этого Бибопа, ребят. Я не знаю. Даже вот эти вот паки, когда открываешь, да, там, случайно чисто вот если тебе выпадает, который в магазине дается, он нифига не выпадает оттуда. Так, ну что? Шреддер Классика вышел. Рафаэль берет провокацию на себя. Да успокойся ты. 45 уровень, что он здесь может сделать? Да ничего. Бумс. Все, Майки его, как говорится, пришлепнул. Да, друзья мои, проще паренной репы. Ну, а мы с вами двигаемся дальше. Следующий у нас с тобой эпизод. И будет там разыгрываться у нас, по-моему, Микеланджело, да? А, нет, Рафаэль. Микеланджело будет следующим. Ну что ж, давай, поехали. 55 уровень, как я тебе и говорил. Давай-ка. Ну, ребятушки, главное не подведите меня. Они сейчас, наверное, подумали. Рэй, ты что несешь? 55-й, 50-й уровень. И ты говоришь, не подведи нас, если они 80-й. Сплинтер, да, может подвести. Но это, опять же, если все эти ребята просто против него озлобятся. И будут только его бомбить. Но ведь этого не будет. Понимаешь? Ну, видишь, они что делают. Хопа, упал. Хопа, упал. И этот тоже упал. Ха. Даже Майки проявляет свой прыг здесь. Ну и что? Ну, Рокс, кстати, классика, да? Нам все равно на него по барабану. Надо будет, естественно, ребята, после прокачать сплинтера. Я имею в виду по скиллам. Плюс его прокачать баф, который он делает, массовый. И я думаю, в дальнейшем вот эта команда будет вообще рулить. Но у Саги мне, честно говоря, как-то больше нравится пока, как ни крути. Сплинтер еще слабоват по уровню. У него всего 63-й. Надо его до 80-го как минимум прокачивать. Чтобы был от него хоть какой-то уже толк, естественно. Так, ну, а мы с вами... Вот зачем он себе повесил мунитет? Объясни мне. Чем... А, ну если только от удара сплинтера, чтобы не заблокировать способности. Да. Здесь это возможно, конечно. Ну, тем не менее, ребята, мы с вами проходим. И идем уже за Майки. Где у нас там? Микеланджело родной. Вот он. Потом, значит, у нас идет эпизод 7-й там. Шреддер. А на эпизоде 8-м Крэнк. Я вот не помню, Крэнк нам будет даваться. Не, по-моему, да. Должен быть Крэнк. Мы и драться вроде бы как бы с ним будем. Так, здесь 65-й уровень. Все равно, ребят, пока ставлю на автобой. Ничего страшного здесь не будет. Так, Майки молодец. Лео добивает. Ну, лучше бы они, конечно, начинали не с этих вот засранцев мелких. А именно с главных персонажей. Вот как Би-Боб здесь. О, сейчас пойдет на этого, да? Упс. Так, погоди, 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 сплинтер. Хорош, хорош. Сейчас ты тут добуянишься, что тебя завалят и все. А нам это не нужно. Так, уничтожаем Маузера. Значит, все-таки они сагрились, да, у нас получается, на сплинтера. Так, вот, пускай вешает себе иммунитет. А мы с тобой его сейчас быстренько добьем. Надо было просто баф сделать от сплинтера. Все равно по атаке он уже здесь не котируется. Так, у нас здесь, ага, Рокстеди. Да, можно даже провокацию просто взять и все. И будет изи. Так, ну, Рокстеди, блин, такой сильный, 65-го уровня. А Майки даже не может его пробить. А если вот так вот сделаем? Вот, совсем другое дело. Рафаэль с удара сносит. Так, давай. Все, ребят, двигаемся дальше. А здесь у нас Бибоп, Рокстеди. Давай вот так начнем. С массовых атак, естественно. Ну, вот и баф, который я хотел сделать. Ну, я считаю, неплохо, ребят. Так, минус. Давай, наверное, уничтожим. Нет, Бибопа лучше. Хотя тут не имеет значения, Бибоп, Рокстеди, они оба сильные здесь. Так. А ну-ка. Шикарно. И последняя, четвертая волна у нас. Ага. Шреддер тут стоит во главе. На тебе. Сплинтер не смог добить. Вертушка, ребят, конечно же. От Лео. И они не все падают. Здесь добили и Бибопчика уничтожили. Все, друзья мои, у нас с вами что там остается? Еще один бой. Так ведь? Может быть убрать сплинтер из команды, а? А, нет, еще два боя, ребят. Еще два боя. И я все-таки думаю, что сплинтера надо убирать. Иначе это плохо дело, все кончится для нас. Пять волн. Апупеть. Окей. Погнали. Так, 70 уровень еще к тому же. Тут не забалуешь особо сильно. Но, опять же, ребят, повторю. У нас с тобой есть уклонение. У нас есть с тобой хил. Причем две штуки. Это Майки и Лео. Ну, вот если бы они бомбили бы еще этих пузатиков с одного, с двух ударов, было бы прекрасно. Так, ну что, на второй волне кто нас ждет? Опять эти консервные банки. Плюс клан футовцы. Замороженные, да? Так, отлично. Минус один. Давай защиту поставим себе. От Донателла. Так, консервная банка. Я думаю, вырубим ее сейчас. Слушай, она 70 уровня, да, ребят? Ну, валится вообще на изи, если честно. С одного удара. Прикинь. Так, и клан футовец у нас тут. Ага, замедлил мне Рафаэля. Ну, ладно, это ненадолго. Переходим с тобой на третью волну. А Шреддер у нас, наверное, будет с тобой, как всегда, на крыше, да? Или там будет Супер Шреддер? Что-то не знаю даже. Да нет, какой Супер Шреддер? Тут все идет по классической стратегии. То есть, и Черепашки у нас, да? Классика, и Би-Бо, Прокс, и, соответственно, Шреддер должен быть и Крэнк, тоже классический. Так, у нас четвертая волна. Вот они, эти партизаны здесь стоят. Давай попробуем с массовой атаки от Дони. Слушай, неплохо вжарил. Давай теперь вертушку. Хоба! И переходим с вами к Шред... Подожди-ка, мы же должны к Шреддеру пойти. Хм. Подожди, мы что, будем с Крэнком драться? А почему? Ладно, фиг с ним. Нам не привыкать избивать уже этого Крэнка, тем более как он там уровне. 75-го. Начнем вот с этого удара, может быть, постепенечку повесим. Ага. Бумс. Мимо. Ответка, на тебе. Блин, ну Майки, ну... Лев, прожги его. Ну, почти, почти получилось. Ну, остается еще, ребята, удар один, его надуплиться. И это сделал Дони. Все, Крэнк. Не надо вылазить, не надо, иди спи. Ха-ха-ха-ха. Ай, вылез тут охлабон. Ну, друзья мои, три звездочки, как говорится, все нормуль. И переходим с тобой на последний поединок. Ммм, Шаредор Классика. Замечательно. Переходим с тобой на следующий поединок. Здесь 85-й уровень. 85-й. То есть, будет сложно. И опять же будет Крэнк, по-моему, да, здесь все-таки, в конце. Ну, да, скорее всего, так и будет. Ладно, посмотрим. Что, как говорится, вперед заглядывать. Так, консервные банки нужно сейчас вольнуть, будет по-бринькому. Ну, 80-й уровень, это... Это как на испытания, ребят. Когда мы проходим с вами смятение из другого измерения, там все враги именно 80-го уровня. Так что, можно сказать, что мы сейчас с тобой как будто бы проходим это испытание. Так, давай-ка вольнем хотя бы одного. Фигушки, там что получилось у нас с тобой. Они сейчас будут массовыми атаками нас бомбить. Ага, они еще и броню на себя повесили. Да ну хорош. Блин, сейчас пока так каждый сходит, нам нужно будет подлечиться, смотреть, что творят, а. Ироды. У Майки с тобой жизни осталось маловато. Так, давай-ка мы поставим уклоняшку. Так, и будем потихонечку разбирать. Блин, надо было массовую атаку бомбануть, да и все. А, у них месть у обоих стоит. Понял. Так, хорош. Успокойся ты. Да е-мое, а. На тебе. Сейчас мы его добьем. Так, и остается вот этот охламон. Слушай, а что так долго месть-то на нем висит, а? Хранится. Сколько он там ходов? Два хода, наверное, это максимум. Ушатаем или нет? Нет, не получилось. Так, это у нас была вторая волна. Переходим с тобой на третью. Я думаю, может быть, нам подлечить все-таки наших бойцов. На всякий случай, да? Для безопасности, для нашей же. Так, хорошо. Вот только залечишься, они не начинают, ребят, массовыми атаками бомбить. Как они заколебали, а? Смотри, что творят. Ну, Маузер, падай. Все. Переходим с тобой на предпоследнюю волну. Слушай, а где же самое главное? Это шейка злодеев, я не понял. Будет на пятой волне, что ли? Так. Слушай, они ускоряются. Ё-моё, смотри-ка. Сейчас будут бомбить. Тихо. Блин, Донателло тоже мало здоровья. Так, Рафаэль, давай. Отлично. Так, надо будет еще раз подлечиться, наверное. Или все-таки разберемся с ними? Ну-ка, проверим. Пока сделаем с тобой дополнительную защиту. Вот интересно, у кого лучше защита ставится? У Криса Брэдфорда или все-таки у Донателло? Никто это, ребят, не проверял, а? Но мне кажется, что у Донателло все-таки будет покрепче броня. Там даже можно, кстати, посмотреть по его статам. Ну, давайте, давайте, давайте. Заваливаем этого уже Ахламона и пойдем с тобой на последний бой. Так, вот она. Вот она вся командушка. Начнем, наверное, с Крэнга. Бамс. Так, теперь вертушка. Хотя можно было бы, конечно, и похиляться. Воу-воу-воу-воу. Так, срочно уклоняшку с тобой ставим. Блин, что-то я за Донателло переживаю. Бафает. А, нет, он этих вызывает. Слушай, ну хорошо, что у нас с тобой уклоняшка стояла, и они не попали. Так, вырубаем с тобой Крэнга. Да ну, серьезно, что ли? Крэнга, говорю, вырубаем. Ага, даже ничего не нанесли ему. Урон какой-то, там, минимальный. Так, что он тут делает? Вперед. А что он сделал? Атаку повысил или что? Вот этим. Это же какой-то, по-моему, баф, насколько я помню. Слушай, вы достали уже мне моего Рафаэля. Так, ну-ка добьем или нет? Все, друзья, Крэнг упал. Шреддер упал. Дальше. Рокстадель. А что это он выжил-то еще? Умудрился как-то, а? Все, упал. И остается Бибоб. Так, сейчас мы его, друзья, разберем. Да хорош ты. Ну, Бибоб, ну хватит сопротивляться. Все, друзья. Отлично. И хочу посмотреть, дадут нам все-таки ДНК или нет на Крэнга классику. Потому что даже одно ДНК уже приятно. Да, ребята, получаем с тобой. Так, а я могу посмотреть, что здесь можно? Во, тут можно, кстати, получить два ДНК. Кстати, вот здесь вот очень офигенный, ребята, фарм. Здесь все персонажи, которые нам нужны. Ну, конечно, много всякой ерунды в виде вот комиксов, ноутбука Дони, доллары эти, которые нам нафиг не нужны, и жетоны. Но вот это вот, конечно, круто на самом деле. Так, посмотрите видео, это все понятно. Ну что, друзья мои, я думаю, на сегодня этого будет достаточно. Кстати, у нас уже 22 тысячи мутагена. Мы сможем еще кому-нибудь прапать. Я хотел, правда, по-моему, майки качать, да? 86 уровень. Сколько нужно там? Ну, буквально тысячонку, и мы перебьем его на 87 уровень. Но это уже будет, наверное, в следующих сериях. Ну, а на этом, друзья мои, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр, и до новых скорых видосиков. Удачи вам!